У гэтым годзе мы можем отзначать одну невельми приемную годовину. Ровно 320 годов тому Петр первый своим указом дозволил свободный продаж ты туню. Есть еще одна подстава задуматься об наступствах незавседы продуманных примаемых решениях. Некольких годов тому перешла кампания по пропаганде электронных цигарет, и как альтернативы обычайны. Теперь высветлилась яны, махчима яше больше шкодные. На тего же Беларуси нема стандарту на ваткости, які використовуються у таких системах курэння. По великим рахунку, никто докладно не ведая, что уживают их прихильники. Позиционируется она производителями как средство никотин-заместительной терапии, что является ошибочным. Но Всемирной организации здравоохранения до сих пор не доказана безвредность данной электронной сигареты, которая еще по-другому называется электронная система доставки никотина. Медыки подкресливают, у курэння вельми шмат негативных наступствов, починаючи ад онкологичных захворваний у органов дыхания до развития сердечно-сосудистых патологий. По великим рахунку, аматорам тытуню на ватыш цитрусовый перец уживать нельха. Под узденьем кадмия, які знаходяться у тытуню, корыстный витамин цепера утвараются у особлива канцерогенной речва. Правда, шмат хто на такие попереджения уваги просто не звертая. Бодай, самая значная проблема антитутуневой кампании прихильники курэння ее часто элементарно игнорують. Общаясь с несовершеннолетними их родителями, зачастую видим, что уже в 15-летнем возрасте родители дают деньги на сигарету своим чадам. Приходится объяснять, но, к сожалению, не всегда доводы доходят, можно так сказать, до родителей и несовершеннолетних. При тем, што братьба с курэнням часто носить формальный характер. У тых же крамах продаж тытуню по час кампании супрыць курэння завычайно обмяжовывается одной годиной. Пришим часто по час обеденных операпынку у крамах. Правда, в ближайший час некоторые моменты придется верагодно переглядеть. У отповедности с проектом декрета, обдержавным регуляванием оборота тытуневых вырабов и электронных систем курэння меркуется заборонить уживание тытуню у местах громадского корыстанья, на припынках транспорту и навод у приватных автомобилях, калюгих знаходятся дети в возрасте до 14-ти годов. С 2021 года определено, что в магазинах, киосках, павильонах, предкассовых местах не должны будут продаваться табачные изделия и электронная система курэння. И такая статистика с усветной организацией Аховы Здароя, что год у свете от узденья тытуню помирая каля 6 миллионов человек. Кожные 6 секунд на планете становится на одного курца меньш. Для параунания протяглась гэтага сюжета каля 180 секунд. Олег Сентюров, Настасья Кучинская, Игорь Марышченко. Отель радио «Кампания Гомель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова